Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина, и это мой канал «Счастье и успех для всех». Я хочу рассказать вам сегодня притчу. Эту притчу я услышала, нашла на YouTube, она на английском языке. Я хочу её перевести для всех, кто, может быть, не слышал, не видел на русский язык. И это необыкновенно важное-важное послание для всех, кто хочет жить очень хорошей, успешной жизнью. Молодой парень подошёл к своему отцу и спрашивает его, «Отец, кто я? Что я стою в этой жизни? Какова ценность моя?» Отец ему говорит, «Возьми вот этот камень и пойди с этим камнем на рынок. И выстави его на продажу, показывай его всем. И когда кто-то подойдёт к тебе и спросит, сколько стоит твой камень, ничего не отвечай, покажи только вот так». Парень взял этот камень, пришёл на местный рынок, открыл его, показывает. Ему подходит женщина и спрашивает, «Ох, какой симпатичный камень, сколько он стоит?» Парень показал вот так, она говорит, «Два доллара? Я его куплю, я положу его в свой сад, он будет лежать в моём саду». Парень камень не продал, пришёл домой и говорит, «Отец, женщина предложила мне за этот камень два доллара». Отец говорит, «Хорошо, а теперь возьми этот камень и пойди в местный музей, встреться с директором музея и предложи ему этот камень. И когда он тебя спросит, сколько стоит этот камень, сколько бы ты за него хотел, ничего ему не отвечай, покажи ему вот так. И возвращайся домой, расскажи мне, что он тебе предложил». Парень взял камень, пришёл в музей, встретился с директором музея и показывает ему этот камень. Директор музея говорит, «О, какой интересный камень, замечательный, он украсит коллекцию нашего музея, я готов его у тебя купить, сколько ты за него хочешь». Парень показал вот так, он говорит, «200 долларов? Я куплю его у тебя за 200 долларов». Парень взял камень, принёс домой и говорит отцу, «Отец, в музее мне предложил за этот камень уже 200 долларов». «А что же это такое?» – отец говорит, «Ну, а теперь возьми этот камень и пойди в местный ювелирный магазин, где продают драгоценные камни. Встретись с директором этого магазина и покажи ему камень». И когда он тебя спросит, сколько бы ты хотел за этот камень, ничего не говори ему, покажи ему только вот так. И возвращайся домой, расскажи мне». Парень взял этот камень, пришёл в ювелирный магазин, встретился с хозяином, и хозяин спросил его, «Где ты взял этот камень? Это же уникальный камень. Я искал такой камень всю жизнь. Этот камень стоит очень много денег. Сколько ты за него хочешь?» Парень ничего не ответил, показал ему вот так. Директор магазина говорит, «200 тысяч долларов. Я беру у тебя его. Готов ли ты его продать?» Парень взял этот камень, пришёл домой и говорит, «Отец, я в шоке. Мне предложили за этот же самый камень 2 доллара, потом 200 долларов, а теперь 200 тысяч долларов за тот же самый камень. Что же это значит?» Тогда отец ему говорит, «Это означает то, что неважно, кто ты, сколько у тебя есть денег, какой у тебя цвет кожи, какой ты расы, какой у тебя характер или образование. Если ты попадаешь в среду как маркет, как рынок, тебя не оценят, за тебя дадут 2 доллара. И за то же самое, что у тебя есть, когда ты попадаешь к правильным людям, в правильную среду, тебя оценят, увидят тот бриллиант, который в тебе есть, и ты будешь жить достойную у себя жизнь. Поэтому всегда, сын, будь среди людей, которые стоят, которые понимают, ценят тебя и относятся к тебе как к бриллианту. Тогда у тебя будет возможность раскрыть себя полностью и помочь другим людям так же точно раскрыться, как ты сможешь это сам. И это самое главное в жизни. Выбери то окружение, которое тебя ценит и которое видит всю твою привлекательность и важность. Вот такая вот замечательная прища, которая, наверное, самое главное, что есть в жизни – это быть среди людей, которые тебя оценят. Поэтому вот моя встреча в Москве, в офисе этого необыкновенного парня Аяза Шабудзинова, для очень многих из вас и будет вот тот самый драгоценный камень, вы можете в себе раскрыть, если вы попадете в окружение правильных людей. Вы можете биться всю жизнь о стену и никогда ничего не достичь, потому что вы выбрали себе неправильную среду, потому что вы среди людей, которые вас не ценят, вы всегда будете плохим, вы никогда не сможете раскрыть свои таланты, свои способности. Поэтому самое главное – выбирайте свое окружение, то, которое действительно оценит вас, посмотрит на вас и скажет. И не важно, что вы из села, из какой-то дыры, где, в общем-то, никто никого не знает и не может раскрыться. Будьте среди людей, которые достойны вас. Вот такой вот месяч на сегодня. Всего вам самого хорошего. С вами была Татьяна Конкина.